Всем привет! Часто фортуна благоволит людям в моменты, когда они меньше всего этого ожидают. А порой, когда они экстренно в ней нуждаются. В сегодняшней нашей подборке тебя ждут самые везучие люди в мире. Смотри до конца, чтобы перенять чуточки их удачи и себе. Приятного просмотра! Упавшая оконная рама повредила машину, но просто чудом не нанесла урон парню, стоявшему рядом. Видимо, у них под сиденьем огромная пружина. Вот почему гулять у края платформы после бара не самая лучшая идея. Этот парень явно живет во вселенной фильма «Пункта назначения». Только вел чит-коды на бессмертие. Считайте большой удач, если вам никогда не попадется на дороге водитель белого автомобиля. И кто сказал, что не бывает хорошего момента, чтобы поскользнуться и упасть в лужу? Везение и рефлексы этого парня спасли ему жизнь на этой дороге. С такой ловкостью стекло его телефона всегда будет целым. Падение после неудачного прыжка на трамплении – обычные самые травмоопасные. Но не для этого парня. Что только не сделаешь, чтобы защитить свою любимую машину от повреждений. Говорят, по-настоящему удачливые геймеры запускают игры только таким способом. Должен признать, что даже после такой удачи я бы скорее всего его потерял, когда начал доставать. Так что можно сказать, что парень – везунчик вдвойне. А сколько тебе понадобилось бы попыток, чтобы попасть в этот шар? Судя по реакции мужчины, ему удалось найти нечто невероятно ценное среди остальных камней. Он решил, что не обязательно пользоваться зеркалами, если ему часто везет. Это парное катание практически закончилось столкновением, но, кажется, эти двое – те еще счастливчики. Мотоциклисту удалось удачно сбежать от преследования медведя, который явно хотел объяснить ему, что устал от громкого выхлопа. В этом случае Каска бы точно не спасла этого рабочего, а вот удача ему очень помогла. Вполне возможно, что через 50 лет они расскажут своим внукам, как им повезло в этот день. Вечеринка была под серьезной угрозой, но крепкое стекло и везение их спасло. Эта прекрасная леди точно защищена от всех несчастий. Возможно, в этом видео не повезло Газону, чего не скажешь у владельца Ауди, который все же вошел в поворот в самый последний момент. Этот парень явно испытал на прочность свою удачу и в этот раз остался в выигрыше. Хорошая причина носить шлем на бейсбольной площадке, если ты не такой же везунчик. В дальнейшем ему следует быть осторожнее, ведь, возможно, сейчас он потратил всю свою удачу на последующие пару лет. Готовы поспорить, что если ты парень, то ты сейчас немного зажмурился. Удача сегодня на стороне этой девушки, а тебя мы поздравляем с еще одной фобией. Сатана явно хочет забрать этого мужчину к себе. Судя по всему, сегодня его самый счастливый день на работе. Мяч вернулся, чтобы объяснить ей, на какую именно дорожку его нужно бросить. Изначально он все так и задумал. А, как известно, крутые парни не оборачиваются назад. А ты когда-нибудь видел способ дать двойное пять еще круче? После этого инцидента она еще долго не захочет выходить снова на улицу. Кажется, у нас тут пропадает звезда баскетбола. Сколько очков ему можно дать за такой бросок? Девочке в этой ситуации повезло по двум причинам. Там были натянуты провода, и они не были подключены к электричеству. К счастью, все закончилось хорошо. Каковы были шансы, что гвоздь войдет именно под таким углом? Просто по выходным она профессионально занимается футболом. Похоже, это еще одни чемпионы-счастливчики в челлендже по открытию бутылки. Удача на стороне этого парня еще с первых лет жизни. Ставь лайк, если бы тоже так хотел забрать выигрыш в подобном автомате. Он просто принес жертву Посейдону, иначе сложно объяснить подобный успех в рыбалке. Когда дело, вступает сын маминой подруги. Интересно, сколько попыток они сделали, прежде чем им это удалось? Примерно так развлекается сын Доминика Торетто. Везение этого героя спасло весь день рождения. Готовы поспорить, что третьим в раском он все же попадет в корзину перед собой. Субтитры сделал DimaTorzok